Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич, добрый день, уважаемые депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, приглашенные. От имени всех присутствующих хочу выразить слова искренней благодарности президенту Республики Беларусь за сегодняшнюю встречу. Ваше постоянное внимание к нашей работе, четкие установки национальному собранию играют ключевую роль в развитии беларусского парламентаризма. Уважаемые присутствующие, встреча президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики, национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва объявляется открытой. Заходя к вам в этот зал, я подумал о том, вы согласитесь, со мной, наверное, как быстро бежит время. Прошло столько времени, казалось бы, и мы не заметили, как заканчивается новый срок нашего парламента. Так и жизнь проходит этапами, но важно то, что мы оставим после себя. Нынешнему парламенту, органам власти есть, что сказать, есть, что оставить в этом периоде для нашего народа, для наших детей, для тех, кто придет следом за нами. Уважаемые депутаты, члены Совета Республики, уважаемые приглашенные, сегодня важный и торжественный день в политической жизни страны. Мы подводим итоги работы парламента, который заканчивает свою работу. Подобные встречи стали доброй традицией. Оценка работы парламентария уходящего созыва высокая. Помимо профессионализма, вы продемонстрировали надежность и преданность белорусскому народу. Считаю, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, седьмого созыва состоялись как политики и на деле доказали, что достойны высокого звания народных избранников. Вам пришлось работать в особый период современной истории Беларуси, когда время испытывало нас на прошлость, как никогда. Вспомните, пандемия, которая в мгновение ока изменила привычные условия жизни и ведения экономики, усиленная коронапсихозом, политические события 2020 года, когда доморощенные экстремисты с помощью западных иностранных спонсоров посягнули на основу белорусской государственности путем цветной революции и нитяжа. В те непростые дни большинство парламентариев вспысливали на себя чудовищное психологическое, и не только, давление со стороны радикалов различного рода. Депутатов, сенаторов, их родных, близких пытались запугать, а иногда напрямую угрожали им физической расправой. Расчет подстрекателей переворота был ясен. Посеять смуту и раскол в государственных органах, но их замыслы, как известно, полностью провалились. Отмечу, что отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и государственных органов. Отсутствие разногласий, мелочной борьбы, политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов. Вы придерживались именно такого стиля работы. Оба палаты действовали согласованно, в тесном контакте с правительством, иными государственными органами, и всегда выстраивали работу, исходя из интересов белорусского народа. Люди это видели, сделали соответствующие выводы. Белорусский народ здраво оценил ситуацию, в очередной раз подтвердил свою мудрость и стремление быть хозяином на родной земле. Еще одна проблема последних лет – геополитический разлом. Масштабный системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем. Не только, кстати, в военно-политической, но и экономической, гуманитарной сферах. Нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами политического и экономического давления. Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом, санкции на уничтожение. На фоне того, что происходит сегодня у многих наших соседей, Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью. Мы значительно укрепили свои вооруженные силы. Никуда не денешься. Экономика демонстрирует рост. Люди работают и получают зарплату. На улицах городов спокойствие и порядок. Государство выполняет свои социальные обязательства. И самое главное, наши граждане ощущают себя в безопасности, Не боятся за жизни родных и близких. Это не дешево стоит. Достойный уклад в общее дело внесли и парламентарии. Несколько слов о законотворческой деятельности. Результатом работы Национального собрания 7-го созыва стало принятие 364 законов, 11 из которых инициированы депутатами Палаты представителей 1 Советом Республики. Дело, конечно, не в количестве принятых вами законодательных актов, а в создании оптимальных правовых условий мирного и динамичного развития всех сфер жизни государства и нашего общества. В тех реалиях, в которых осуществлялась деятельность Национального собрания 7-го созыва, ключевая цель законотворчества состояла в том, чтобы закрепить достигнутое качество суверенитета белорусского государства. Новым этапом государственно-правового строительства стало внесение изменений и дополнений в основной закон. Контуры обновленной Конституции проявились в ходе масштабного общественного диалога, кульминацией которого стало 6-е Всебелорусское народное собрание. Депутаты Палаты, представители и члены Центра Республики входили в состав Конституционной комиссии, принимали активное участие в выработке предложений масштабной разъяснительной работы с нашим населением. Проголосовал на референдуме за предлагаемые изменения, граждане закрепили в качестве модели развития в Беларуси сильное государство, основанное на национальных традициях народовластия, идеалах мира, гуманизма и социальной справедливости. Поддержали нормы, нацеленные на сохранение традиционных ценностей, памяти о Великой Отечественной войне, усиление патриотической составляющей воспитания молодого поколения. Таким образом, обновленная Конституция в буквальном смысле создавалась народом для себя, для народа. Это самое главное. Мы видим, что люди верят в Беларусь, связывают с ней свою судьбу, судьбу своих детей и внуков. И сейчас я говорю не только о наших гражданах. Я имею в виду иностранцев, которые выбрали Беларусь в качестве второй Родины. И таких становится все больше. Принятая конституционная инновация в части перераспределения полномочий между президентом, парламентом, правительством, местными органами управления и самоуправления, направлена на то, чтобы все ветви власти работали эффективно, в полном объеме выполняли свои функции, самостоятельно принимали решения и, очень важно, отвечали за их реализацию. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны. Принятие поправок Конституции потребовало приведения в соответствии с ней порядка 90 законов. Эта ответственная, кропотливая работа длилась около двух лет. Законы мы привели в соответствие, уравновесили законы и указы. Но не надо забывать, что есть еще ведомственные акты государственных органов. Думаю, что правительство организует работу по приведению их в соответствие с вышестоящими нормативно-правовыми актами. Эту задачу правительству нужно решить. Парламентарии откорректировали основополагающие законы о президенте, национальном собрании, правительстве и конституционном судопроизводстве принят принципиально новый кодекс о гражданском судопроизводстве, обновленный избирательный кодекс, кодекс о судоустройстве и статусе судей и целый ряд других не менее важных документов. Особого внимания заслуживает, конечно, закон о Всебелорусском народном собрании. С формированием этого конституционного органа страна по сути вступит в новый исторический этап своего развития. Отдельно замечу принятый новый закон об основах гражданского общества. Его положение направлено на более полное раскрытие потенциала конструктивной гражданской активности. Схорректированные законы о политических партиях, об общественных объединениях допускают деятельность только тех политических организаций, которые неукоснительно следуют конституционным требованиям. Неволноважной частью нашей работы стало принятие законодательных актов и решений направленных на укрепление экономики. Парламентарии в честном взаимодействии с профильными государственными органами, министерствами, правительствами оперативно создавали необходимые правовые условия для обеспечения устойчивого экономического роста. Принят раз законов нормы, которых ориентированы на защиту национальных интересов в условиях санкционного давления. Это позволило обеспечить ритмичную работу предприятий, сохранить трудовые коллективы и в целом способствовать укреплению экономической безопасности страны. Среди важных законов в сфере регулирования экономических отношений новая редакция Кодекса о земле, Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Серьезной корректировке подверглось хозяйственное законодательство. Приняты законы об объединении нанимателей, об инвестициях. Эти и другие законодательные акты позволят значительно укрепить национальную экономику. Брендом белорусского государства всегда была сильная социальная политика. За последние годы нам принят ряд актуальных решений сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, молодежной политики. В условиях гибридной войны, развязанной против нашей страны, большинство принимаемых законов так или иначе связаны с обеспечением национальной безопасности. В ответ на нагнетание военной угрозы вокруг Беларуси, вами в законодательство внесены изменения, призванные упрощить оборонный потенциал Беларуси, принят закон о народном ополчении. Сознаны необходимые правовые предпосылки для развития военно-технического сотрудничества в рамках союзного государства, организации договора о коллективной безопасности, отдельные законопроекты – это и ваши инициативы. Приняты жесткие, упряжающиеся меры по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, наркотрафиком. Ряд серьезных решений направлено на обеспечение информационной и кибербезопасности, защиту личных данных. В контексте укрепления национальной безопасности следует рассматривать и приведенную парламентариями большую работу по отстаиванию исторической правды. Ваша деятельность пришлась на тот период современной истории, когда особенно остро проявился запрос на формирование самоидентичности, сохранение традиционных ценностей и правды об историческом прошлом нашей Беларуси. Прежде всего, о событиях Великой Отечественной войны. Как никогда мы отчетливо осознали, что мало победу обрести. Победу вместе с ней и право на самостоятельное определение своей судьбы надо уметь отстоять. В том числе и на законодательном уровне. Поэтому приняты новые знаковые законы, в том числе о недопущении реабилитации нацизма, который комплексно противодействует данному преступному явлению. Абсолютно новое слово в отечественном законодательстве закон о геноциде белорусского народа. Эта инициатива стала ответом на попытки заставить нас забыть свою историю, нарушить связь поколений и взорвать общество изнутри. Усиленно ответственность за стремление стереть историческую память, навязать белорусам чуждые ценности, предать тех, кто погиб во имя мирной и спокойной жизни нынешних поколений. Несколько слов о социальной работе. Ориентиром в работе парламента с населением стал подход, по которому государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог их решать. Думаю, это наиболее правильно. Помощь социально уязвимым категориям есть и будет одним из приоритетов нашей политики. А Беларусь неизменно останется социальным государством. Большая работа проведена парламентариями по точной поддержке наиболее уязвимых категории наших граждан, которые обращались за помощью многодетных семей, одиноких стариков, инвалидов, сирот. Знаю, что вы, по сути, в ежедневном режиме участвовали в решении волнующих граждан вопросом. Тысячи лишних приемов, прямых телефонных линий, встреч с удовольствием и коллективами – все это в совокупности давало вам возможность чувствовать пульс общества и быть с людьми вместе. Надеюсь, заложенные вами добрые традиции взаимодействия с населением подхватит и новый состав парламента, который приступает к работе завтра. Кроме того, многие поступившие обращения граждан являлись предметом обсуждения при подготовке проектов закона и иных нормативно-правовых актов. Подходы, инициируемые и практикуемые парламентом, сегодня успешно используются государственными органами управления и самоуправления, способствуют закреплению основополагающих принципов работы с населением и формированию современных отечественных стандартов в данной отрасли. Хорошо себя проявил такой институт взаимодействия с людьми, как общественное обсуждение законопроектов. Это дало возможность наладить обратную связь с населением, учесть при подготовке решений разумные предложения граждан. Особое внимание парламентариями уделялось взаимодействию с молодежью. Конечно, депутаты, сенаторы должны встречаться с молодыми людьми и рассказывать о сохранении исторической памяти, реализации государственной молодежной политики. И создание при Национальном собрании молодежного совета тоже хороший пример работы с подрастающим поколением. Ребята видели вашу работу в парламенте, вы на своем примере учили их добросовестному исполнению своих обязанностей. В числе приоритетных задач, стоявших перед парламентариями седьмого созыва, формирование эффективной региональной политики усиления роли органов местного управления, самоуправления в обеспечении социально-экономического развития регионов. Напомню, что это одно из ключевых направлений, определенных шестым Всебелорусским народным собранием. Многие рассмотренные вами вопросы находились на стыке экономики к социальной сфере региональной политики. Этим непосредственно занимался Совет по взаимодействию органов местного управления и самоуправления при Совете Республики. Принятые по итогам его заседания рекомендации упрощают решение насущных проблем, придают импульс развитию инициативы, представляют местным органам власти дополнительные инструменты в работе с населением. Сегодня необходимо оперативно и решительно реагировать на резонансные проблемы, поднимаемые на местах. Надо опережать возросший социальный запрос к открытости власти и степени вовлеченности граждан принятия решений, владеть информацией о состоянии дел в регионах, своевременно выявлять узкие места и вырабатывать конкретные механизмы разрешения существующих проблем. О международной деятельности. Вы заметно расширили контакты в международном плане, усилили позиции в сотрудничестве с парламентариями России и других стран Евразийского экономического союза, наладили контакты с коллегами латиноамериканского, дальневосточного африканского регионов. У вас появилось много новых друзей. В рамках реализации внешнеполитического курса деятельность парламентариев была направлена на отстаивание национальных интересов, продвижение мирной объединительной повестки, укрепление имиджа Беларуси как надежного и, самое главное, предсказуемого государства. Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене. Более того, международные позиции страны даже упрощились. Одно из подтверждений тому избрание беларусских депутатов в состав руководящих органов парламентского измерения Организации Объединенных Наций Межпарламентского Союза. Поддерживался активный диалог между законодательными органами Беларуси и России. Развитию новых направлений и форм взаимодействия способствовали постоянные рабочие контакты руководителей палат парламентов двух стран. В центре внимания парламентского собрания Союза Беларуси и России находились вопросы обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования. Значимым вкладом в решение экономических задач стала организация ежегодных форумов регионов Беларуси и России которая проходит под эгидой парламентов наших стран. В ходе состоявшихся за последние 10 лет форумов в целом заключено почти 600 соглашений о сотрудничестве коммерческих контрактов на сумму почти 6,5 миллиардов долларов. Традиционно конструктивное партнерство осуществлялось в рамках Межпарламентской Ассамблеи Государств участников СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ. По приглашению Национального Собрания в мае 2023 года в Минске состоялось выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Наращивались усилия по развитию контактов с парламентскими структурами стран, проводящих независимую внешнюю политику и уважающих право других народов на самостоятельный путь развития. Предложения о создании парламентских измерений Шанхайской Организации Сотрудничества и БРИКС своевременны и, я думаю, перспективны. Показательно и то, что повысился уровень сотрудничества с парламентом Китая до Межпарламентского Комитета Высокого уровня. В государстве, с которыми мы дружим, живет большинство населения планеты. Их экономики составляют значимую часть мирового валового внутреннего продукта. Здесь огромные рынки для сбыта наших продукций и технологий. Впервые в парламенте сформирована делегация для работы в новой международной структуре парламентской сети движения неприсоединения, созданной в 2021 году. При этом белорусские парламентарии продолжают активно отстаивать национальные интересы в парламентской ассамблее ОБСЕ, используя любые формальные и неформальные поводы, чтобы донести до граждан стран Запада правду о Беларуси. По инициативе депутатов седьмого созыва в Минске состоялись неформальные встречи с представителями альтернативных политических сил Германии, Италии, Польши, Португалии. Следующему составу парламента надо только сохранить и приумножить ваши наработки по развитию международных связей. О преемственности важнейший фактор. В Национальное собрание Беларуси восьмого созыва избраны достойные представители нашего народа. Среди них много людей, обладающих большим опытом по защите государственных интересов. Они способны значительно усилить роль парламента в деле консолидации всех патриотивских сил нашего общества. Отмечу, в числе избранных депутатов 70 членов четырех политических партий. Для них это возможность на качественно новом уровне раскрыть свой потенциал. При этом парламенте должны конструктивно взаимодействовать представители всех политических сил. принципиально что есть кому обеспечить преемственность и передать накопленный законодательный политический опыт. В новые созывы вошли 20 депутатов нынешнего созыва. Очень важно чтобы избранные парламентарии были активными, чтобы их голос стал авторитетным, чтобы за парламентской трибуной, в СМИ, за пределами страны они достойно представляли Беларусь и давали жесткий отпор нашим оппонентам. и противникам. Примером для нового става национального собрания должны стать многие депутаты и сенаторы уходящего созыва. Вновь избранные парламентарии будут работать в период важнейшей общественно-политической кампании и не только в новой избранной. Вам придется это в выбору президента в 2025 году. Уже сегодня очевидно в это непростое время нас по-прежнему будут испытывать. И важно понимать, что на народных избранников вложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского мира и согласия. Парламентарии, полномочия которых завершаются, также не останутся в стороне от общего дела. Абсолютно уверен, что бывших депутатов и сенаторов не бывает. Это очевидная непреложная истина. Все вы прошли хорошую школу, работая здесь в национальном собрании. Ваши опыт, знания, готовность беззаветно служить интересам Родины обязательно будут востребованы государством. Кроме того, в своих добрых начинаниях вы всегда найдете мою поддержку. В заключение хочу еще раз поблагодарить парламентариев обеих палат национального собрания за плодотворный труд во благо нашей Беларуси. Ваша главная заслуга как представителей своих избирателей в том числе, что вы помогли сохранить стабильность и мир в Беларуси. Сегодня мы поняли, что это самая главная непреклонная ценность любого народа. Всем вам желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, всего самого наилучшего, о нашей стране мира и добра. Но опять же традиционно сейчас позвольте мне осуществить свою конституционную миссию и лучших которых вы определили и предложили наградить государственными наградами. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ